Продолжение следует... Здесь вы найдете свой стандартный бронежилет и каску. Они защитят вас от физического урона во время выполнения ваших обязанностей. Если вдруг ваше обмундирование будет повреждено и не будет вас защищать, найдите себе новое. Сначала ходить в бронежилете не очень удобно. Привыкайте к нему. Потом направляйтесь в следующую зону сразу за углом. Первое действие, которому вам нужно обучиться, это прыжок. Чтобы продолжить, преодолейте эти три преграды. Я покажу вам, как это делаю я. Хорошая работа. Пожалуйста, отправляйтесь в следующую зону. Вы должны пропасти под следующими препятствиями. Вы можете передвигаться очень тихо, сидя или лежа. Это может пригодиться, если вам надо прокраситься мимо кого-то. Продолжение следует... Отлично. Я вас с трудом заметил. Отправляйтесь в следующую зону. А теперь попробуйте сочетать движения. Вы должны прыгнуть, присесть и снова прыгнуть. В следующей зоне вам придется использовать одновременно все эти движения. Отлично. Вы готовы для продолжения обучения? Чтобы залезть в эту группу, вам надо использовать комбинированное движение. Присесть и прыгнуть. Подойдите к отверстию, после чего при движении вперед прыгните. А потом в воздухе присядьте. Поначалу может не очень хорошо получаться. Но это очень полезное движение. Отличная работа. Подойдите вплотную к лестнице и посмотрите наверх. Потом продолжите движение вперед. Если нужно спуститься, двигайтесь назад. Следующие четыре прыжка будут все сложнее. Не возьмитесь, если вам не удастся какой-нибудь из них. Просто вскарабкайтесь и повторите попытку. Если у вас все сразу получится, то это будет просто отлично. Если вы падаете, значит вы слишком рано прыгаете. Чтобы воспользоваться лифтом, зайдите в него и нажмите кнопку. Сейчас, когда вы вверху, вы можете только спрыгнуть. При падении вы можете легко пораниться. Но это не страшно. Ведь в следующей секции вам будет оказана медицинская помощь. По всему исследовательскому центру вы найдете такие пункты первой помощи. Чтобы восстановить свое здоровье, подойдите к нему, нажмите и удерживайте клавишу «Использовать». При полном здоровье и когда все средства пункта первой помощи исчерпаны, им пользоваться нельзя. В нашем исследовательском центре вы можете увидеть зарядные устройства для скафандров. Ими могут пользоваться только высоко квалифицированные ученые, использующие защитные скафандры. Так что при нахождении на посту вам они будут недоступны. Чтобы повернуть этот мост, подойдите к штурвалу и нажмите клавишу «Применить». Хорошая работа! В некоторых случаях вам придется полагаться на быстроту реакции. Попробуйте перепрыгнуть это углубление. Вам нужно столкнуть ящик в яму. Это очень просто. Продвигайтесь в его направлении. Если вы не можете убрать препятствие со своего пути, толкая его вперед, попытайтесь его придвинуть к себе. Чтобы придвинуть ящик, подойдите к нему и нажмите клавишу «Применить» и удерживайте ее. После этого двигайтесь назад. Таким образом вы придвинете к себе ящик. Поможет только монтировка. Возьмите ее и разбейте эти ящики, чтобы пройти. В следующей зоне вам потребуется фонарик. Помните, что при использовании фонарика потребляется энергия. Выключайте его, когда он не нужен. Когда фонарик выключен, он восстанавливает свою энергию. Добро пожаловать на учебное стрельбище «Черной мессы». И здесь вам будет показано, как стрелять, перезаряжаться и использовать подствольные гранаты. Чтобы пройти этот курс, вы должны поразить все цели. Если промахнулись, не волнуйтесь. Цели будут двигаться, пока вы не закончите. Если вы хотите быстрее закончить ваше обучение, перезаряжайтесь во время стрельбы, чтобы в будущем не оказаться в трудной ситуации в бою. Чтобы выстрелить из подствольного гранатомета, нажмите кнопку альтернативного выстрела. Некоторые цели могут быть уничтожены только с помощью гранат. Я начинаю через 5, 4, 3, 2, 1. Вы завершили обучение на стрельбе. Вы можете продолжить обучение дальше. На вашем экране вы увидите, что у вас заканчивается воздух. Значит, вам снова нужно вдохнуть кислорода. Когда вы будете проходить этот курс, уровень кислорода в крови у вас будет уменьшаться. И в середине курса у вас будет возможность подняться на поверхность, чтобы вдохнуть воздуха. Вы верните, чтобы у вас не было воздуха. Вы восстановите ту часть здоровья, которую потеряли от долгой задержки дыхания. Плывите в следующую секцию, чтобы продолжить. Если вы проходите через огонь или пар, то на вашем дисплее будет показывать тип получаемого урона. При приближении к источнику радиации на экране вашей каски включится счетчик Гейгера. Источники биологической и химической опасности также покажутся на вашем экране. Пожалуйста, отправляйтесь в следующую секцию. Отведите ученого в следующую комнату. Там он откроет вам дверь, ведущую в транспортную систему. Если вы хотите, чтобы за вами кто-то следовал, подойдите к персонажу и нажмите клавишу «Использовать». Нажмите потом еще раз клавишу «Использовать», чтобы персонаж прекратил за вами следовать и остался на месте. Да, я пойду за тобой. Досуг запрещен. Досуг запрещен. Чтобы повысить скорость, нажмите «Использовать» еще раз. Для понижения скорости нажмите клавишу «Назад». Чтобы отойти от пульта управления, нажмите клавишу «Использовать» повторно. Поздравляем с завершением курса обучения охранного персонала. Теперь вы можете приступить к обязанностям, как охранная единица отряда «Блюшифт». Продолжение следует.